Посмотрите на эту женщину, мать четверых детей. С причиной остановки ее муж объезжал пробку по обочине. Нервы железные и у нашего оператора, и у инспектора. Он выписал штраф напряжения по обочине, а мог бы и в полицию отправить за такое поведение. Начало рабочего дня тяжелое, но дежурство продолжает. Объехать эту пробку на низком шоссе по обочине желающих полно. На объект опаздываю, уже с объекта звонят про раб. Надо говорить, быстрее. А я вот в проповедь попал. Приходится нарушать. И так уже еду пять часов в дороге, куда больше. А вот к чему приводят такие боевые. Напомним, штраф за это нарушение полторы тысячи. Но кого это останавливает? Что случилось? Почему правила дорожного движения нарушаются? Рядом друг сидит. Ну, плохо себя чувствует. Поэтому, хотя чуть вперед, там, где-нибудь найти магазин или чего-нибудь. С этими связками, с этими переездами вообще очень тяжело ездить. Вообще невозможно. С другой стороны, а что делать остальным водителям? Ведь все нарушители в итоге будут перестраиваться обратно в поток. Для тех, кто в пласте, пробка станет еще больше. У нас каждый водитель, который стоит в пробке, он точно так же куда-то едет, куда-то торопится. У него такие же планы и дела. Если каждый водитель вот так вот скажет, а, я поехал, представьте, что будет на дороге. Да, согласен. Осучись на обочине ДТП. Это минимум два часа на оформление. Может быть, все-таки имеет смысл ездить по правилам? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!